Микс Ньюс Здравствуйте все-все-все, кто нас сейчас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, звукорежиссёр в студии Родион Золотарёв. И гостья у нас сегодня Виктория Фоменко, дизайнер ювелирных украшений. Здравствуйте. Помощь наша на этой неделе будет оказываться... Зелёная лампа будет включаться для 11-летней девочки. Её зовут Александра. Александра Бриз. Она живёт в Елгаве. Очень сложный у неё диагноз – рождение из-за родовой травмы. И нужен, очень нужен курс специальной терапии, который в Елгавском центре Еспия и Зауксмей будет ей оказан логопедически и неврологически, чтобы девочка могла развиваться нормально и также нормально говорить. У нас как-то в последнее время довольно часто случаи, когда дети теряют речь, теряют возможности говорить, возможности речи. Это дети с задержкой развития, со сложными диагнозами. Им нужна постоянная терапия, постоянная реабилитация. То, что оплачивает государство, это два раза по две недели в Вайворе. А остальное, ещё, по-моему, 10 занятий с логопедом – это, конечно, капля в море. А прерывать эту терапию нельзя. То есть врачи ведут ребёнка, ребёнок должен получать эту терапию. И родители, когда родители понимают, что, скажем, в этом месяце у них просто нет средств для того, чтобы оплатить вот эту терапию, эти занятия, и они обращаются тогда за помощью. Обращаются за помощью. Для папы, к нам за помощью обратился папа Александры. Для него это было очень сложно, потому что для мужчины вот так вот как-то просить помощи, помогите мне, но это нужно ребёнку. И тогда вот родители обращаются. Кстати, эта история очень тронула нас тем, что у Александра ещё есть младший братик Доминик, который практически как старший, потому что он умничка, он, ну, это, к счастью, не было при родах никакой, вот, ни родовой травмы, никаких осложнений. И он как старший братик, он её водит за ручку, он за ней присматривает, ухаживает и контролирует. Вот, и так вышло, что папа… Скажем, рано повзрослевший мальчик. Да, что папа остался с ними, он воспитывает их без мамы, вот. И когда Александре было 7 лет, а мальчику 5, вот, он остался один, этот папа, и он тянет на себе всё это лечение, все медики, реабилитации, в общем, мы были очень тронуты. И мы напоминаем, что наш телефон, телефон зелёной лампы 9306384 всю неделю до следующего вторника работает в помощь 11-летней Александре Бриз из Елгавы, чтобы помочь собрать денежки на очень важную для неё реабилитацию, чтобы она начала говорить. Попытки есть, и главное, что мы берём вот эти случаи, и каждый раз вот потом вам рассказываем, какие произошли подвижки, какой прогресс произошёл. И ей помогает реабилитация, поэтому продолжать обязательно нужно. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Вика Фоменко, Виктория Фоменко, она дизайнер ювелирных украшений, и она вообще москвичка, да, изначально была. Вика, расскажите нам, пожалуйста, как вы в Риге оказались? Ну, я просто встретила своего будущего мужа, влюбились, и решено было переехать в Латвию. Когда это было? Это было, наверное, в 2003 году. То есть в Риге вы оказались по любви? Да. Как вам город? Как приняла вас Рига, люди? То есть это любовь взаимная и по всех смыслах стала? Там есть очень много таких стечений обстоятельств. Например, я выросла на улице Чеплыгина, Тома Дина, в Москве, с окнами на латвийское посольство. Это знак. Проходя, когда я шла в школу, мне нравилось допрыгивать до флага, это как-то, поэтому, когда я встретила Серёжу, все сказали, это судьба. Давайте уточним, что муж у Вики как-то… А муж у нас кто? Волшебник. Сергей Тимофеев. Сергей Тимофеев – это рижский литератор, поэт и руководитель Творческого объединения «Орбита». Да. Ну, то есть вы в чудеса и в знаки верите? Ну, конечно, да. Но с Ригой связано ещё то, что мой дедушка заканчивал авиационный здесь институт, и моя мама здесь до шести лет жила, но потом мы никогда не были. Для меня Рига открылась только с Сергеем. И как открылась? Замечательно. Ну, что от вас здесь поразило, порадовало? Ну, волшебство такое, и очень красивый город, и очень красивые женщины в Риге, и высокие люди. И вам захотелось их ещё каким-то образом творчески украшать, этих женщин? Как вы стали ювелиром? Ну, поскольку переехав из Москвы, я бросила все свои занятия, которые были там. И когда у нас родился уже второй ребёнок, и стало понятно, что с такой энергией надо что-то делать, либо рожать дальше. Но, в общем, мне захотелось найти как-то и здесь занятия. И получилось, что я давно мечтала о ювелирном деле. Просто всегда это были такие препятствия. Ну, как, Вика, у тебя же нету мастерской, но обычно по наследству там передаётся всё это, не знаю, от дедушки. А не было в роду никого? У меня был только прапрадед-кузнец цыгал. Вика, ну вот, а ювелир, он же тоже, в общем-то, работает и с металлом, да? Я именно не дизайнер, а именно дизайнер-ювелир. Я делаю всё сама, своими руками. Ну, феминизация ювелирного искусства уже давно-давно произошла, и, мне кажется, мужчин очень мало осталось. А с чего вы начинали? Это приоткроете секретного? Ну, на самом деле, здесь получилось, что здесь было популярно эти собирания каких-то бусинок и чего-то прочего. И я сначала увидела, что можно делать украшения, например, из микросхем или чего-то, потому что тогда… Как это из микросхем? Но тогда у моего мужа и орбиты его друзей появилась ангар на Андрейсале, они там делали, и там было невероятное количество коробок с разными транзисторами и прочими, потому что это так красиво, что всё это можно наверняка сложить в украшения. И пока я… Сначала я пользовалась просто какими-то элементарными… То есть они для дела это собирали, а вы так и приспособили. Нет, они не собирали, это просто там было на складе, да, и всё это шло на свалку, но часть… Бесхозные были предметы, которые вы… Да, но это хобби быстро переросло в то, что мне не хватает, конечно, просто там колечки приделывать друг дружке. Я поняла… И Серёжин друг, Ник Арчер, подарил мне книгу по ювелирному искусству, и тогда я её открыла, и подумала, тут же делать нечего. И всё, и я нашла… У меня есть друг Андрей Канев, тоже прекрасный ювелир совершенно волшебный, и я пошла к нему учиться, и мы сделали с ним первое кольцо. Дальше он мне помог купить нужные на первое время инструменты, ну просто подсказал, что именно мне нужно, и с этого началось, что дальше я уже просто не останавливалась. А с какими материалами вы работаете? Серебро, золото, драгоценный камень. Камни. Серебро, золото, бриллианты. А, например, янтарь? Обожаю янтарь, да. Как-то рассматривается он недрагоценный? У меня, да. У меня драгоценный. Я очень люблю янтарь, знаю, что в Латвии не все к нему так благосклонны. Ну потому что, да, он здесь как-то так, как повседневность воспринимается. Да, но так же из детства у нас было на чистых прудах открылся в один момент литовский магазин «Дайна», и он был, все полки были украшены янтарными какими-то украшениями, ну и я там застревала. Вот это же как бы застывшая древняя смола, да, то есть там какая-то энергия. Мне очень тепло от цвета, янтаря его люблю, он покладистый, я могу сама его обрабатывать, так что с ним я работаю много. Вика, а такие, вы используете такие экзотические камни или материалы, например, лава, горный хрусталь, черные бриллианты, кварц, графит. Даже так, да? Серьезно? Да, это первое чешую панцирных рыб мне подарила Кристиана Димитра, которую она сама находит в одном секретном месте. Где-то живут панцирные рыбы. Ну, они художницы Кристиана Димитра, дочка Виа Армена. Да, и у вас... Она была гостьей нашей программы тоже. И у вас с ней была совместная интересная очень выставка. А как вы познакомились с Кристианой? Нас познакомила наша общая подруга Кристина Худенко. Ты же журналист, сейчас работает на портале Делфи. Ну, я уверена, что наверняка Сережа мой давным-давно знает Кристиану. Просто мы подружились именно благодаря Кристине, что мы вместе поехали в гости, и уже нас было не разлучить. А расскажите-ка о субботнике, который недавно вам довелось возглавить вместе с Кристианой. Ну, просто нам иногда везет, что я люблю ездить с пользой, и мы приехали в гости Кристиане, а к ней как раз приехали 4 тонны брикетов для растопки печи. И понятно, что... Она живет за городом. Да, она живет за городом, а дочка в этот момент была на съемках в Эстонии, и поэтому мы четвером, пятером, очень лихо, быстро... Раскидали 4 тонны, да, и были очень довольны. Ну, вот, глядя на вас, даже не верится. И очень сильная. Ну, руки должны быть сильные у ювелера, да. А когда вы познакомились, и вам сказали, что вот это вот дочка той самой актрисы Вии Артмана, то есть как вы восприняли ее? Я как-то Кристиану, скорее, сразу восприняла через ее искусство, да. Ну, она сама по себе невероятно самобытный художник. Я безумно люблю ее графику, ее скульптуры, и поэтому и попросила ее тоже присоединиться и сделать совместную коллекцию. Потому что есть, я чувствую, что у нас есть что-то, ну, общее в мировоззрении, наверное, да. Но она меня невероятно вдохновляет, удивляет. А расскажите про книжку, к которой вы имели отношение, про эту русалочку. Ну, я не очень имела отношение, но там было так, что у меня есть любимая подруга в Москве, Марина Цурцуми, она и галерист, она и ресторатор, она и помогает всем, кому она может помочь. И также она очень любит работу Кристианы, наверное, и даже через Вию Артмана, потому что сама она режиссер по профессии. И у нее появилась идея сделать книгу, и была выбрана сказка Карлиса Скалбе про русалку, и Кристиана сделала иллюстрации, мой муж Сергей сделал художественный перевод. Книга вышла на двух языках, и сразу на одной странице два текста, можно синхронно учить язык. И она выпустила эту книгу, и ее можно найти в Яне с Розой и в Вилке Букс. Вы сказали, что, да, ваша подруга помогает всем, кому только можно помочь. И я хочу сказать, что у нас в студии сегодня присутствует еще... Еще один гость невидимый. Да, не только те, кого вы слышите в микрофон. У нас еще присутствует собака Мокка, потому что Вика пришла к нам в гости вместе со своей собакой. Мокка спряталась. Да, Мокка ведет себя очень потрясающе, интеллигентно, тактично и дисциплинированно. И за эфиром Вика нам рассказала ее историю. Расскажите нам, пожалуйста. Практически, ну как, это тоже из серии, что когда мы можем кому-то помочь, мы должны помочь. Да, мы... Я, честно говоря, очень хотела собаку. И поскольку у моего мужа никогда не было собаки, это был такой долгий процесс, что ему надо было рассказать, что это так здорово, и мы сможем это потянуть. Это заняло у меня где-то год. И в это время я пока рассматривала породы собак, но чтобы приблизительно... Ну и показывала Сереже, как вот так... То есть, в принципе, вы как модный дизайнер, по идее, должны были выбрать модную какую-то стильную породу. Нет, у меня в моей семье уже очень долго дворняги, у мамы и у брата три дворняги, и мы их очень любим. И у меня были две колли в детстве черные, а после колли были только дворняги. И я сначала рассматривала породы, но и рассматривала мою любимую группу в фейсбуке Непперцадапте, и искала себе щеночка. И тут просто произошло совершенно опять совпадение. И накануне, где-то за неделю до, на пляже в Пабыже я увидела очень интересную женщину, светящуюся, лучезарную. У неё была большая собака, Вер Мейр, и маленький такой пинчер крошечный. И вот это и очень интересный муж, похожий на такого силача из 30-х годов, ему полосатый костюмчик. И вот эта вся компания. Я говорю, Серёж, посмотри, вот какой красивый пёс. И Серёжа такой, да, очень, вот такие мне нравятся собаки. Но я понимаю, что это порода такая, которую мы не потянем никак, это серьёзная собака. И просто вот у нас произошёл контакт глазами с этой чудесной женщиной, но мы не решились подойти, хотя обычно мы решаемся подойти. Но через неделю я открываю Фейсбук и вижу этого пса, вот этого Вер Мейра, а рядом с ним какую-то малявочку чёрную, ушастую. Я так ещё прокручиваю фотографии точно, и вот этот пинчер сидит тоже. И посмотрю, Паба же! Ну всё, у меня стыковка, что, по-моему, я эту собаку знаю. Я звоню и говорю, здравствуйте, я вот насчёт собачки, и у меня девка классная. Я всё говорю, еду, я сразу приехала и поняла, что это вот наша судьба. Мы дождались свою собаку. Это просто потерянная собака была, да? Её нашли... Её нашли... Извините, пожалуйста. Её нашли в Резакне, просто на улице, и сначала думали, что она потерялась. Ну, пытались поискать, но она выглядела, конечно, так, у неё были лысые ножки, ну, такой маленький ребёнок испуганный. И вот Инна, она волонтёра, она взяла её к себе на полторы недели. За это время собака социализировалась с друзьями, там ещё в этот момент кто-то был. Она уже умела ходить и всё делать на улице. Ну, мы получили за полторы недели замечательную воспитанную собаку, но страхи как бы остались с ней, потому что это первые три месяца жизни, что собака получила, то она всегда с ней останется. Но в целом это самый лучший подарок. Вот подтверждаем, собака ведёт себя идеально. Она спит. Да, она просто интеллигентна очень-очень. Да. И, кстати, знаете что? Давайте обратим внимание на вот эту группу вашу любимую, ещё раз, как в Фейсбуке называется? Nepperts Adopte. И вот эта собственная мысль, что не надо, если ты хочешь завести животное, не покупай, а возьми и усынови кого-то в приюте. Сейчас это звучит особенно актуально, потому что перед наступлением зимы сейчас начнутся холода этим собакам. Там действительно очень много собак, которым будет зимой приходиться туго. Если вы думаете что-то такое, завести домашнее животное себе или для детей, это потрясающий урок доброты, если с детьми поехать в приют и выбрать себе кого-то, и спасти его накануне зимы, взяв свою семью. Вика, а как ваши дети отнеслись к новому члену семьи? Дети очень хотели собаку, но поскольку я считаю, что никогда нельзя брать собаку ребёнку, надо либо подготовить ребёнка, не знаю, как мне недавно рассказали, что есть практика, когда ребёнок просто в 7 утра встаёт и на полчаса идёт гулять каждый день в любую погоду. Если он ни разу от этого не отказался, то может быть он ещё более-менее готов, но в принципе я сразу брала собаку с тем, что это именно моя собака, я её кормлю, я с ней гуляю, а вы, если хотите, вы можете принимать участие. И дети, конечно, мне очень помогают. Вот обычно дневная прогулка, это всегда дети приходят из школы, выводят её гулять, но так как она, я говорю, она у нас немножко собака-бояка, поэтому отпускать совсем в парк, немножко с ней ещё всё рискованно, она боится громких звуков, поэтому мы вместе. Но у нас участились прогулки на море, прогулки в лес. То есть польза такая очевидная. Польза невероятная, если раньше едешь на природу, и дети едят, бубнят, что, боже мой, опять эта природа. А тут ты видишь сразу, какая счастливая собака бегает, и все вдруг уже улыбаются, радуются. Вы знаете, девочка, которой мы помогаем на этой неделе, и в помощь которой подключен наш благотворительный телефон, у них тоже есть замечательная собака, небольшая собака, зовут её Аксель, и ещё в семье есть кот. Пушистый-пушистый кот. Очень умный, невероятно, как будто его дрессировали. Думенч, мы были у них в гостях буквально пару дней назад, и эта собака тоже настоящий такой дружок для этого ребёнка. И если она очень с трудом может объяснить, что она хочет, она жестами, мимикой, она иногда нервничает, что папа не может нам перевести, что она говорит. А собака, они понимают, конечно, друг друга без слов. И напоминаем, что наш телефон 9-00-63-84. Это помощь для Александры Брис, девочке 11 лет, живёт она в Елгаве, на оплату годовой курсы лечебной терапии. За помощью обратился папа, который воспитывает Александра и братик без мамы. Да, сейчас у нас будет перерыв на несколько минут на рекламную. Микс Ньюс. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что наша программа всю неделю помогает с вашей помощью, помогает 11-летней девочке Александре Брису, которой после родовой травмы тяжёлый диагноз, и ей нужно вернуть речь. Она начинала говорить, то есть в начале после родов как-то всё шло нормально, но потом родители заметили задержку в развитии, и речь, первые слова, которые она стала говорить, они в конце концов остановились, пропали, и произошёл такой регресс. Постоянные занятия, реабилитация, они помогают, они помогают развиваться, они дают улучшения, но на это, конечно, нужны средства. И всего нужно собрать на целый год специальной терапии в Елгавском центре 2400 евро. Но эта сумма не посильна для папы, который, в общем-то, один воспитывает двоих детей в данный момент. И поэтому... Это вообще за всю историю программы «Зелёная лампа» – это первый случай, потому что обычно не выдерживают папы. И очень часто папы, если у ребёнка инвалидность, если это ментальные вещи, задержка в развитии, чисто психологически папа не выдерживает и уходит. А здесь этот папа просто, не знаю, герой Латвии, надо ему давать орден образцово-показательного отца. Как он нам сказал, в жизни бывает всякое, он вообще не жалуется совершенно, он просто сказал, что очень трудно ему помощь просить, конечно. Но вот он для этой девочки, вот прям с рождения, да, занимается её здоровьем, и возил её везде, куда можно, и все эти реабилитации самостоятельно оплачивал. Сейчас просит помощи. Очень смешно, кстати. 9-3-0-6-3-8-4. Очень смешно, когда он рассказывал, да, куда он её возил, какие программы, как она руками, жестами, мимикой пыталась нам показать, как они ехали в Минск к дельфинам. Это она ручки, как будто руль крутила, это значит ехали. И потом она показывала, как она прижималась к дельфину и плавала. Но папа нам переводил. То есть она активно участвует в разговоре, но она не может выразить, она хочет говорить. Очень хорошая девочка. Именно для этого нельзя прерывать вот этот курс. Ещё в этих историях, вот меня лично всегда очень расстраивает такая вещь, когда происходит родовая травма, ребёнка выписывают с очень высокой оценкой по шкале Абгар, и ничего не говорят родителям. Хотя, вот Александру выписали с оценкой 8 баллов, да, и не дали никаких предписаний, да, не привлекли внимание родителей, не отправили к неврологам, невропатологам там на проверки. Ну и спокойно, а ребёнок до года как он развивается? Все дети не говорят, все дети не сидят, да. Все дети вот лежат в кроватке и должны каким-то образом... Более того, когда они стали волноваться и спрашивать врачей, что что-то не так заметили, им сказали, ну что вы там волнуетесь, просто ждите, ребёнок растет. Заговорит, сядет, там пойдёт. А села она только в год? Хотя абсолютно все врачи говорят, что именно до года, если ребёнок получит терапию, у него есть все шансы, в общем-то, нивелировать все вот эти тяжёлые последствия. Ну, в общем, сейчас у нас с вами есть шанс нивелировать эти последствия. Если мы поможем и соберём 2400 евро, то на год вот это специально всего 2400 евро. Для одного человека это огромная сумма. А если подключаются все, то каждый звоночек, он, соединяясь с другими звонками, просто способен сделать какие-то маленькие чудеса. Напоминаем, да, напоминаем наш телефон 9300-6384 евро, 42 цента за звоночек. А в гостях у нас дизайнер ювелирных украшений Виктория Фоменко. Её бренд называется Викафо. Викафо. Викафо, Виктория Фоменко. Это есть такая страничка на Фейсбуке, где можно посмотреть действительно очень красиво, очень романтичное произведение, изделие. И я вот зачитаю, есть такой российский сайт, Ювелир.рум, портал об украшениях и ювелирных секретах. И Викторию там включили в топ балтийских дизайнеров. Вот какие украшения стоит привезти из Латвии, вот там рекомендуют, что нужно обратить внимание на украшения Виктории. Нам очень понравилось. Рецензия там такая, что украшения Виктории Фоменко как красивые и добрые сказки, придуманные для особенных людей. И немного шарады. А еще говорят, что ваша работа похожа на сбывшиеся детские мечты. А вот давайте про мечты. Вы согласны вообще? Ну, не знаю. Где подсматриваете идеи? Ну, я когда делаю для кого-то, то я, конечно, думаю в первую очередь о человеке. И очень часто мои клиенты становятся и моими друзьями, потому что, ну, наверное, такого рода украшения все-таки не… Личные должны быть. Да, должно быть какое-то… Я не знаю, шарады. Ну, просто очень часто материал подсказывает. Это поскольку мне нравится довольно… Чешуя. Кого там было? Пасырные рывы. Поскольку материал очень часто подсказывает, то, да, возможно, эти шарады и случаются, потому что материалы я люблю интересные. Вика, а вот мечты сбывшиеся, какие у вас детские мечты-то были? Давайте подробнее, что сбылось у нас. Вы скажете, в городе сбылись все ваши мечты. Ну, вообще недавно смешно произошло, потому что я перебирала детские книги и нашла свою детскую книгу, в которой была анкета заполненная. То есть вы со всеми книгами сюда переехали? Конечно. Я привезла почти все свои детские, такие достойные детские книги. И анкета была написана мной, там, как я выгляжу, что и где меня нашли. И так же было, кем я хочу стать. И там было написано, что я хочу стать феей. И тогда моя подруга сказала, ну, ты видишь как, ты стала Тимофеева практически, фея Тима. Так что даже это у меня сбылось. Вот так, здорово. А у детей какие мечты? И как вы их забываете? Ну, сейчас у нас у сына новая волна страсти к волейболу. Просто в каком-то сумасшедшем варианте. Он ездит на каждую тренировку. Он занялся только летом, весной на карантине, потому что дочка уже два года занималась. А на карантине они выходили во двор, и Тася его тренировала. Хотя он старше у нас. Но и в итоге мы пошли в сентября. И вот сейчас его команда уже заняла серебро взяли. И вот он очень любит. Тёма ещё играет на гитаре, с прекрасным Андреем Михимовичем занимается. И рисует. У него есть свой Инстаграм. И я очень люблю его рисунки. И Тасечка у нас. Я не знаю, у них пока мечты. Я даже не знаю. А, знаете, была очень интересная мечта у Тёмы, когда я ему показала фильм с Джимми Хендриксом. И причём видео. И причём совсем забыла, что он в какой-то момент вражи поднимает гитару и играет языком. И я вижу, что мой ребёнок сидит, у него круглые глаза. И тут он поворачивается и говорит, вот мама, знаешь, вот если бы фея действительно бы существовала, я бы попросила играть, как Джимми Хендрикс. А, здорово. Мама фея, так что всё можно думать. Мы делаем всё возможное. Вика, ну вот о добрых сказках начали мы говорить. А какие сказки вам нравятся? Какие сказки вашим детям нравятся? А вообще, я, знаете, я обожаю книгу «Мой пёс по имени Буц» Киплинга. У меня не было её в детстве. Вообще, я о ней даже не знала. И в какой-то момент Серёжа на Чекуркаунсе нашёл книгу ещё советского издания. И я стала её читать. Я, правда, когда её читаю, я плачу в конце всегда. И уж в последний момент дети забирают и говорят, мама, мы прочтём сами. Но вот эта книга про дружбу, настоящую, и она написана от лица собак. И она невероятно добрая и правильная книга. Ну, у вас теперь есть такая задача на будущее – написать свою сказку про вашу моку. Ну, это Серёжа, я надеюсь, что напишет книгу. Все должны участвовать, включая детей. Ещё я люблю все новые книги норвежских писателей. Анна-Мария Парр и обожаю Ульфа Старка. Вафельное сердце. Вафельное сердце. И вот мой любимый Ульф Старк просто обязательно всем надо прочитать. Вот ваш муж пару лет назад, у него вышла на двух языках книга, на русском, на латышском. Сказка о рыцаре, у которого болели зубы, да? Да, у Бруния, с которым саппи и зубы. Да, и есть у него планы вот про моку написать. Да, у него есть план написать про моку, но пока он ещё не приступил к этому. Но вы должны как-то его мотивировать. Ну, мне кажется, он потихоньку мотивируется сам, потому что недавно он даже сказал, что, ну, может быть, моку уже сможет со мной на пробежку ходить. Но я чувствую, что… Нет, он её полюбил, конечно, с… Ну, иногда, если ты слышишь, что где-то стоит Серёжа и говорит, ах, ты моя девочка, то там на руках собака. Не я, не Тася, а мокка. А как вы думаете, вот надо ли детей учить доброте, проявлять доброту на сердце, специально? Или ребёнок приходит уже с добрым сердцем, и не надо его учить? Надо обязательно учить. И даже, например, сейчас так произошло, что я говорю, Тася, меня позвали на радио. Он говорит, мам, зачем тебе идти на радио? Тогда я ей рассказала, что это не просто радио, да, что это программа, которая способствует тому, что ты помогаешь другим детям. Тогда Тася сказала, тогда обязательно, мама, иди и накрась ресницы. Замечательно. Это самое время напомнить, что наша программа, Вика помогает нам, Виктория Фоменко помогает нам включать зелёную лампу для 11-летней девочки Александры. Александра живёт в Елгаве, это очень хороший ребёнок, она очень добрая, очень симпатичная девочка, но из-за родовой травмы много отклонений в развитии, и мы можем помочь с этим справиться ей, её папе и её младшему братику, который тоже участвует очень серьёзно в жизни своей сестрички. Вы представляете, младший братик, он просто, вот мы сидим, она начинает нам, ей хочется рассказать, мы говорим, какая у тебя кукла любимая? Ей хочется рассказать, она не может, она нервничает, она показывает руками какие-то жесты, звуки. И тут, значит, маленький Доминик вскакивает, бежит в её комнату. Он говорит, Аннабель, он знает, какую куклу она имеет в виду. И приносит ей, приносит нам эту куклу, показывает, мы её берём, девочка радуется. Она занимается в специальной школе, ей очень нравится учиться, у неё там две любимые учительницы, Лелда и… Линда. Линда, по-моему. А вот с этой куклой тоже такой трогательный момент был, и мы говорим, ну вот как зовут твою куклу? Она «э», то есть между «ы» и «а». Аннабель, то есть она не может сказать, да? И вот цель вот этой терапии, на которую папа попросил поддержки, как раз потихонечку-потихонечку вызывать речь. Идёт, идёт прогресс момента. Какими-то звуками, жестами, чтобы она просто могла общаться, объясняться. И когда мы… Вот ещё трогательный момент такой. Мы папу пытались, вот мы её с вами спрашивали, а вот как, ну как вы с этим справляетесь, расскажите? Ну, он уже трудно. Он говорит, вы знаете, я был с ней и там, и там, на разных реабилитациях. И я видел детей в более тяжёлом состоянии. Он говорит, разного насмотрелся. Я там такого насмотрелся. Жизни бывает всякое. Надо просто принимать всё, что есть, быть благодарным тому хорошему, что у тебя есть, а в этой семье абсолютно есть любовь. Вот это вот сразу, начиная с собаки, когда мы зашли туда, на нас бросилась эта собачка, и потом вышел этот кот вальяжный, потом выбежали дети. И вот папа, и они рассказывают, что папа с ними гуляет, папа возил их в Терветы, папа с ними там ходит по лесу каждый второй день при любой возможности. То есть он всю свою жизнь посвятил своим детям. И в этом он не видит ничего героического абсолютно, просто хочет делать это всё как можно лучше. Мы можем помочь. И напоминаем телефон 930-6384. Если вы сделаете звоночек, этот звоночек полетит на помощь 10-летней девочке Александре. А на сайте MixNews.lv в рубрике «Зелёная лампа» есть статья подробная про Александру. Есть фотографии всей этой семьи, и братика, и её, и папы. Основная фотография, она, кстати, держит на руках собачку Акселя. Да, Акселя. И эта же статья есть на Фейсбуке в рубрике, на страничке «Зелёная лампа», куда вы можете зайти, а если кто-то ещё не участвует в этой группе, просто нажмите лайк, подпишитесь, и вы будете всегда в курсе, что происходит. Потому что каждый день мы отчитываемся, каждый день, сколько собрано денег, сколько было сделано звонков, а деньги собираются на счёт открытый благотворительном фонде «Би Оупен», с которым мы сотрудничаем. И напоминаю, что никакие проценты с этих денег на счёту не берутся, совершенно точно. И сейчас итоги прошлой недели. На прошлой неделе мы помогали собрать деньги на оплату операции для актёра Рижского русского театра Евгения Ивановича Иванычева, и собрано 7566 евро. А нужно было 4000. Сделано 1542 звонка на сумму 2190 евро, и на счёт поступило 5376 евро. До копеечки мы отчитываемся, и денег собрано больше, чем, собственно, стоимость операции. Операция оплачена. Но так как операция тяжёлая, и сейчас он находится под наблюдением врачей, и наверняка, к сожалению, нужны будут там дополнительные какие-то медицинские манипуляции. То, что этих денег пришло больше, чем требуется, это просто какое-то стечение обстоятельств, потому что это понадобится. Это обязательно понадобится. Они очень благодарны, и Евгений Иванович и его жена Яна просили передать вам просто низкий поклон, и они со слезами слушали про все эти итоги, и очень-очень растроганы такому количеству откликов на их беду. Это очень важно не только для них, но, мне кажется, и для нас, правда, что это произошло. И всем, кто волновался, кто перечислил деньги, они оказались выше суммы, названной, 4 тысячи 5 евро стоимости операции. Мы сообщаем, что эти деньги пойдут только для него. Это абсолютно тоже точно. И мы будем отчитываться. И наша гость, дизайнер ювелирных украшений Виктория Фоменко. Вика, скажите, а вот что вас больше радует, когда вам дарят подарки, вот получать подарки, или дарить самой? Ой, я очень люблю получать подарки. А, здорово. И вот что умеет мой муж, это дарить какие-то невероятные подарки. Ну-ка, расскажите. Не скажу. С творческим подходом. Ну, ваше изделие, в общем-то, это тоже идеальный, очень такой творческий, красивый подарок. Я тоже люблю дарить, да. Но, знаете, всё-таки, когда это твоя работа, ты так стараешься не… Ну, как бы, работай, работай. Но всё равно, да, иногда хочется, просто хочется сделать кому-то серёжки. Прям знаешь, какие вот ей точно, вот мои подруги любимые, подойдут серёжки. И тогда, конечно, я радуюсь, что я могу всё сделать сама. Ну, вот мы, да, мы подчёркиваем, что познакомьтесь, пожалуйста, с работами Виктории. Нам они очень понравились, правда. Мы очень рекомендуем. А ещё такой вопрос вот к вам. Вот вы работали врачом. Нет, нет, я не работала врачом. Я закончила медицинское училище как фельдшер скорой помощи. Я прошла месяц практики на скорой помощи, и за этот месяц я поняла, что я не выдержу. Просто не выдержу этой работы, потому что это была Москва в этот момент, 15 лет назад. Мы стояли в пробках, мы не доезжали, что-то было мало, мало было препаратов в сумке у фельдшеров. Я была, честно говоря, шокирована тем, что мы приезжаем, и мы либо не можем помочь, либо, ну, был такой лёгкий даже цинизм у врачей, и я как-то смотрела на эту профессию. Слишком романтизировала сначала. Да, и я не смогла. Я пошла в этот момент, я поняла, что так всё бросать не хочу. Я немножко занималась спортивной медициной, просто реабилитацией. Но в этот момент я уже поняла, что, конечно, скорее мне нужна творческая профессия. И я в тот момент фотографировала, у меня была выставка, я ещё была в музыкальной группе в одной играла и танцевала. И как бы всё меня так увлекло, но было понятно, что направление надо менять на творческую профессию. Я слишком эмоциональна для фельдшера. Скобика, скажите, а как период карантинный для вас прошёл? Вот какие-то, может быть, лайфхаки, как сейчас модно говорить, есть у вас, чтобы не потерять себя в этом всём? Ну, скорее семейной целостности. Я до карантина успела свинтить себе стол, пол для степа, чтобы дома заниматься. Вот это да! И не мучить соседей. Это, в принципе, большой квадрат, метр семьдесят пять на метр семьдесят пять. И потанцевать я не успела, потому что мы поставили этот мой пол на стол в большой комнате, натянули сетку и сделали мини-стол для пинг-понга. И если возникала какая-то невероятная уже накал страстей, мы шли в большую комнату и играли в пинг-понг, пока не разрядится обстановка. Обстановка. Дамечательно. То есть, фактически, можно сказать и так, продолжить эту мысль, что если вдруг захочется потанцевать степ, то можно залезть прямо на стол. На стол, да! Да, это нас спасало действительно, пинг-понг нас спас. Вика, а сейчас вы работаете над линией украшений, которая называется «нетипичная серия». Типиковая. Да, а что для вас типичное, что нетипичное? Что это за концепция? Ну, просто я вообще-то люблю очень чистые линии. Ну, допустим, если говорить про серебро, да, то обычно вот серебро, оно ведёт чистую линию, геометричные какие-то фигуры. Но тут я поняла, что вообще у меня был небольшой, вот после карантина и лета, было ощущение, что, ну, нельзя, можно назвать это кризисом, но просто в какой-то момент я поняла, что мне неинтересно. Ну, потому что когда ты учишься, ты делаешь работу, не знаешь, получится, не получится, или радуешься, или какой-то новый технический приём. А тут я поняла, что я достигла уже какого-то уровня, что надо сделать, и я делаю. Я придумала, и я делаю. И нет в этом какой-то момента неожиданности. И тут я поняла, что мне надо что-то менять, и придумала для себя вот эту линию атипикал, когда я плавлю серебро, я его выливаю в такую форму из ракушки, и оно ведёт себя как хочет. То есть вы идёте за серебром. Оно приобретает любую форму, и вот уже из этой формы, как я говорила, что мне важно, я понимаю, что это дальше будет. Вот эти кривые, странные, такие немножко марсианские формы, меня сейчас… во-первых, они ужасны, их весело делать, но они вот радуют как-то. Я понимаю, что в перерывах между лоском и шиком мне нужно сделать вот эту кривулю. А у вас есть какой-то… И оказалось, что очень востребованные популярны. Да, да, они востребованные оказались. Но они действительно, они какие-то с характером. А у вас есть какое-то личное определение красоты? Вот что есть красота? Сегодня так много всевозможных трактовок. Красота. Ну, наверное, всё-таки, когда я вижу добрые глаза, ну, добрые глаза сразу. Вот у вас очень добрые глаза и красивая улыбка. А когда человек в маске, это вообще кроме глаз не сегодня. Да, какие сейчас глаза. Ну, действительно, в красоте добро и есть красота, да, и видно всегда в человеке. Есть она или нет, потому что глаза, зеркало души, для меня это самое важное, наверное. Ну, ещё и украсить вам хочется человека. Ну, да, можно подчеркнуть цвет глаз. Вика, а вы как-то сказали, что, в принципе, вот хотели бы заняться дизайном уличных фонарей. Что это за идея? Ну, потому что я когда-нибудь надеюсь поработать с большими формами. Ну, вообще фонари, они же… Ну, на самом деле, знаете, это же тоже украшение города, да? Фонарь – это, я не знаю, брошь. Там фонари, которые висят на проводах, это вполне себе серёжки. Ну, вот у нас зелёная лампа. Тоже фонарь. Зелёная лампа, да? Да. И иногда вот ты придумываешь вроде как маленькую брошку, ну, понимаешь, как бы она красиво смотрелась, если бы она стояла на улице и ещё освещала. Ну, да, а если выстроена в линию, это будет всё. Да, ну, вообще. Это здорово. Ну, это да. Давайте так… Мечты. Мечты, кстати. Мечты, вот давайте пожелаем, как мы всегда говорим, запускаем эти мечты туда, наверх. Да, поработать большими формами. Да, да, да. Сделать что-то красивое в другой сфере. Вот фонари. И фонари в городе – это тоже важно. Да, это романтично. Потому что это свет. Это свет. Это лучики какие-то, которые идут. Наша программа подошла практически к концу очень быстро. Напоминаем, что сегодня мы говорили о девочке, 11-летней Александре Брис из Елгавы, и просим помощи для того, чтобы она смогла пройти целый год специальной терапии в Елгавском центре. 2400 евро нужно на этот большой курс. Всего и наш телефон 930-6384 евро 42 цента за звоночек работает всю неделю для Александра. И мы вам каждый день будем сообщать, сколько денег собрано и сколько еще не хватает. А сейчас вот наша программа к концу подходит. И напомним, что реквизиты для перечисления помощи на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» в публикации в Александре. На картинке там Александра с собачкой Акселем. И мы благодарим Викторию за такое очень живое, интересное участие, беседу в нашей программе. Вы делаете огромное дело. Ничего, это делают наши радиослушатели? Да, вы делаете огромное дело. Мы их благодарим всегда. А у вас есть одна минута, чтобы им что-то пожелать и очень важное сказать. Ой, я прошу вас оставаться такими же неравнодушными. Это самое важное, чтобы помогать друг другу, и тогда мы, наверное, справимся со многими трудными вещами вместе. И да, и тем, кому вы помогаете, очень важно ощущать эту вашу поддержку. Спасибо всем, кто откликается, кто делает звонки, кто читает наши публикации. Огромное вам спасибо. До встречи через неделю. До встречи через неделю.